468 килограммов. Примерно столько мусора в год выбрасывает один городской житель. Столько же весит взрослый белый медведь. Такие наглядные примеры помогают детям понять, какое количество отходов накапливается в результате жизнедеятельности человека. Кардинальный способ решения проблемы – раздельный сбор, а затем вторичная переработка отходов, которые в естественных условиях разлагаются слишком долго – пластика, бумаги, стекла и металла. Пока в России перерабатывают только 12% отходов, но в том числе благодаря экологическому просвещению молодежи этот процент в ближайшие годы должен увеличиться. Два раза в год у нас проходит школьная акция «Бумажный бум». Собираем мы примерно по 4 тонны, сдаем ее. Также сейчас планируем запустить акцию, собирать еще и пластмассовые крышки. Для учеников 49-й школы защита природы не просто разговор или разовая акция, а регулярная практика. Здесь работает экологический отряд, а на вырученные от сбора мусоросредства удалось даже приобрести форменные воротнички хору начальной школы. У нас организован экоотряд, который называется «Экон» в школе. Наши дети участвуют в разных экологических мероприятиях. На данный момент этот вопрос очень актуален. У ребят огромный отклик. И я думаю, экологическая тема будет развиваться только все больше и больше. Разговаривая о важном, ребята познакомились с экологическими профессиями, а также направлениями эковолонтерства. К некоторым проектам могут присоединиться и подростки. В ближайший месяц с учениками школы встретятся и поделятся опытом представители движения «Делой» и волонтеры, помогающие спасать дельфинов. Это дело культуры, заботиться об экологии, это воспитание в первую очередь. Я сортирую мусор на бумаговый пластик, я сдаю батарейки, участвую в субботниках, сажаю деревья, ну и стараюсь не мусорить. У меня тетя, она, в общем, такой экоактивист, и поэтому она иногда, мы с ней ходим по диким пляжам, собираем мусор. Когда человеку показывают что-то наглядно, он немножко по-другому воспринимает это. Просто, возможно, люди даже не задумываются над тем, что происходит вокруг в целом. Апрель – пора традиционных весенних субботников, когда и дети, и взрослые могут внести пусть и небольшой, но важный вклад в то, чтобы родной город стал чище и уютнее. Ведь экология – это та сфера, где решение глобальных проблем начинается с маленьких повседневных шагов каждого человека. Полина Галушка, Анатолий Паньков, Севенформбюро.